Свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. В этом году он стал юбилейным сотым. Как и век назад, сегодняшние полицейские продолжают охранять покой и обеспечивать безопасность своих соотечественников. Если говорить о результатах, то по итогам первой половины года Якутия входит в число наименее криминогенных регионов. Показатели МВД республики выше среднероссийских по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. В этом году почти в два раза улучшили результативность работы по выявлению участников организованных преступных группировок. По раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, МВД Якутии входит в десятку лучших субъектов России. Но в первую очередь полицейские – это люди. Профессию эту они выбирают по разным причинам. Но кто же сегодня охраняет покой россиян и что есть образ настоящего полицейского, расскажет Оксана Устинова. Свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с 1962 года. Ну а в 2011-м, после масштабной реформы, милицию переименовали в полицию. Сегодня образ полицейского практически полностью соответствует дяде Стёпе, как показывают социальные исследования. На днях ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему уровня доверия россиян к полиции. В этом году он оказался рекордно высоким. Так, 67% граждан доверяют сотрудникам полиции своего региона. В предыдущих годах эта цифра была ниже – 46-47%. От общения с людьми зависит очень много. Иногда нужно где-то подсказать, иногда помочь, иногда применить административное законодательство. И проводим оперативно-профилактические мероприятия. Вот в этом году мы дважды проводили операцию «Быт», которая дала свои результаты. У нас произошло снижение тяжких составов против личности, уменьшились преступления на бытовой почве, больше раскрыли краж квалифицированных. Это только с помощью проведения таких операций. Но на сегодняшний день я считаю, что довольно-таки грамотные сотрудники работают. Вчерашний милиционер, а сегодня сотрудник полиции, олицетворяют мужество и профессионализм. Последнее качество требует всё новых навыков. Служба участковых уполномоченных полиции сегодня многогранна. Как и участковый врач, правоохранитель знает, чем болеет отведённый ему участок. Валерий Шелковников работает участковым вот уже 25 лет. Как он отмечает, в его работе главное – внимание к людям. Работа участкового – это самая тяжёлая работа, невинучая. Молодым работникам пожелал бы остаться верным в свою долгу. Мы выбрали работу в полиции, и должны носить погоны, и должны работать до конца, и понимать людей, увольнение людей в нашем работе. С такими сослуживцами работать сложнее. Хотя бы потому, что они требуют каждодневного ухода. Чтобы конвойные овчарки или собаки специального назначения хорошо работали, их надо вовремя и хорошо накормить, и постоянно дрессировать. Один из этих псов – напарник Иннокентия Яковлева, старшего лейтенанта полиции, кинолога с 10-летним стажем. С Арисом полицейский работает около двух лет. Как выбрать хорошего напарника? Собак выбираем индивидуально, смотрим их рабочие качества, проверяем их обоняние, их характер, насколько собака тусливая или агрессивная. К примеру, для нашей службы нужно, чтобы собака была не сильно агрессивной, чтобы была управляемой, чтобы была веселой. С целыми днями занимаемся дрессируем их для дальнейшей работы с ними. Мы учим их искать именно то, что именно необходимо для нашей работы. Как признается Иннокентий, кинолог – не просто профессия, это призвание души. На счету у напарников свыше 400 вызовов. В течение двух лет Арис участвовал в раскрытии 20 резонансных преступлений. Но были и такие. Неожиданные, можно сказать, с частного дома, путем разбития стекла, украли ноутбук, к примеру. У меня собака доводит до 8-летних детей. И я девочке 8 лет, я не поверил в своей собаке. Я подумал, что собака случайно проходящий след взяла. Отправил собаку заново искать, снова работаю, снова доводит до девочки. В итоге, третий пуск, опять та же история, тоже к детям приводит. Уже я смотрю, вторая девочка, которая неподалеку была, убежала. Как выяснилось, что эти девочки сломали, разбили стекло, проникли, украли ноутбук, туфли женские, косметику. Благодаря таким, как Иннокентий и Арис, раскрываются преступления любой сложности. А граждане могут быть спокойными за свою безопасность, если рядом находятся такие участковые, как Валерий Михайлович. Оксана Устинова, Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, НБК Саха. День за днем.